Всех приветствую! Родился в Баралете в регионе Апулия, где он жил со своей семьей в самом богатом районе города, буквально за углом от места рождения другого известного художника и современника Джереми Дискарна. Баралета во время бурбонов и в особенности во времена правления Фердинанда II, прозванного королем Бом, за то, что его собственные подданные обстреливали из пушек, была чрезвычайно классово-ориентированным городом. И те, кто мог себе это позволить, регулярно собирались возле дома Денитиса под базиликой Группа Господня. Порт Баралеты процветал как путь посадки привилегированных лиц, путешествующих на восток или возвращающих с востока. Его отец Рафаэля был богатым землодельцем, который мог себе позволить отправиться и научиться к Джованни Батиста Каллова, который обучал других известных баралетанских художников, включая Винценте де Стефано, Джузеппе Габиани и Рафаэля Жеронни. Но Рафаэля публично выступал против монархии Бурбонов и поддерживал объединение Италии, поэтому был заключен в тюрьму на два года. Тем не менее, Джузеппе удалось поступить в настоящий институт прекрасного искусства, художественную школу университетского уровня в Неаполе, основанной королем Неаполя Карлом VII в 1752 году. Джузеппе открыто высказал свое мнение, что привело его к исключению из института в 1863 году за неподчинение правил. После своего изгнания он начал свою карьеру в выставке двух картин в Неаполитанском выставочном центре в 1864 году. Разобновил знакомство со своим бывшим соседом Дисканна. И оба, Денис и Дисканна, представлялись в Турине в 1867 году и продавали там же работы. В 1867-м переехал в Париж. Заключил контракт с арт-дилером Адольфом Гуппелем, который предусматривал, что он будет создавать продаваемые жанровые произведения. После того, как он приобрел некоторую известность благодаря выставкам в салоне, он вернулся в Италию, где, не стесняясь рисовать с натурой, создал несколько видов везуи. В 1872-м вернулся в Париж и добился успеха в салоне со своей картиной «Здесь так холодно». 1874-й год находится в частной коллекции. В том же году его пригласили принять участие в первой выставке импрессионистов, проходившей у Нодара. Приглашение поступило от Эдгара Дега, который был другом нескольких итальянских художников, проживающих в Париже. Денитис был принят далеко не всеми импрессионистами и не участвовал в их последующих выставках. Уехал в Лондон. Результатом поездки в Лондон стало создание ряда импрессионистских картин. В 1875-м занялся пастелью, которая стала важным средством рисования для него в оставшиеся годы жизни и которую он помог популяризировать. Вернувшись в Париж, где его дом был любимым местом сбора парижских писателей и художников, а также итальянцев-экспатриантов, он выполнил пастельные портреты натурщиков, включая Ганкура, Золя, Мане и Дюрантии. Предпочитал пастель. Выставил 12 картин на всемирной выставке в 1878 году и был награжден золотой медалей. В том же году получил орден почетного легиона. В возрасте 38 лет в 1884 году скоропостижно скончался от инсульта. Его жена, парижанка Леонтина Гюсиль Груэль, подарила его картины городу Барлет. Сейчас они собраны в пинокотеке Нитиса во дворце Мара во родном городе художника. Работы де Нитиса находятся во многих публичных коллекциях, включая музей Орсе в Париже, британский музей в Лондоне, метрополитен музей в Нью-Йорке и так далее. Вот так немного из переводной википедии о одном из значительных итальянских художников 19 века, в чем творчество сочетается в стиле салонного искусства и импрессионизма, Джузеппе де Нитис. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok